Видео с Мерседесом из вчерашней аварии по Днестровскому, которое опубликовал наш канал, мгновенно стало вирусным. В самой аварии, к счастью, никто серьезно не пострадал, а видео буса кабриолета уже посмотрели больше трех миллионов человек. В этом ролике все по классике. Ситуация страшная, видео смешное. Мерседес, которому при изготовлении суждено было быть микроавтобусом, поневоле превратился в кабриолет из-за аварии. Одни пользователи пишут, что это качественный монтаж, другие аплодируют немецкому автопрому. Мы решили выяснить у специалистов, что же это – магия или просто неубиваемость железа и никакого мошенничества. Это никакая не магия, есть просто два вида автомобилей. Мерседес и все остальные. И этим все сказано. Ну а если серьезно, специалисты говорят, повезло, что все необходимое для передвижения осталось целым. Вот Мерседес и поехал. Пусть даже в таком виде. Крыши нет, боковин практически нет. А она едет. Вся топливная система, вся система обеспечения автомобиля находится снизу. И этого достаточно для того, чтобы выехать. Двигатель, коробка, привод, топливная система. Кстати, это самое видео о приднестровском кабриолете самому Константину вчера вечером прислали из России. Ну а мы с тем же вопросом, он же вроде не должен, почему бус все-таки едет. Пристаем к водителям маршруток, но именно Мерседесов. Уж они-то своих зверюк знают до последней гайки. Ролик видели наверняка? Да, конечно, видел. Ничего себе или ничего необычного? Все нормально. Это крепкая машина. Своим ходом даже едет. Реклама отличная для немецкой. Моторный отсек там не поврежден. Там только деформирована боковая часть автомобиля. И он просто едет. Повезло, что моторный отсек целый. Те, кто за рулем большую часть жизни, в том числе и немецких авто, подтверждают, едет потому что может. На этом, собственно, можно было бы и закончить. Но очень хочется сравнить этот Мерседес с майским жуком, который по всем законам аэродинамики летать не может. Но он не знает об этом. Потому и летает.